Количество зараженных все больше, но локдауна не ожидается. В Европе и вовсе снимают все ограничения. Что это, политика или рекомендация медиков? Об этом я не только расскажу. В ближайшие минуты вы смотрите «Давича» в студии Екатерина Зубарева. Здравствуйте. Ремонт дорог, камеры видеонаблюдения, снижение смертности в ДТП. Кировская область получит в этом году рекордную сумму на развитие дорожной инфраструктуры. Современный комплекс с системой зарядки сотовых телефонов и табло, которое подключено к системе ГЛОНАСС. В Кирове появится умный остановочный комплекс, где он будет установлен. Когда засоряется канализация, жизнь становится не в радость. Ситуация усугубляется, когда никто на помощь не торопится. Что же делать? Разберемся. Смелые, дерзкие, при этом чувствительные и требовательные к себе. Все это о молодых кировских художниках. В галерее прогресса открылась выставка под названием «Мы». В Кировской области опять выявили около тысячи случаев заражения коронавирусом за сутки. Если суммировать все данные по заболевшим от Оперштаба, выходит, что на данный момент в регионе гриппом и ковидом болеют 45 тысяч человек. Из них более 2700 лечатся в инфекционных госпиталях. В реанимации с ковидом 176 пациентов, 20 человек на ИВЛ. Дома лечатся около 16 тысяч человек. Почти у 27 тысяч диагнозы грипп или ОРВИ. Медики принимают по 7 тысяч вызовов в сутки. При этом в введении локдауна власти пока смысла не видят. Вопрос не актуален и не обсуждается, заявил журналистом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. А в это время поликлиники города переполнены в социальных сетях. Люди жалуются на жуткие очереди в Нововятской поликлинике, а также на производственной 6 и Дериндяева 97. Пациенты пишут, что часами сидят в ожидании приема врачей с температурой, кашлем и другими симптомами. Жители Нововятска вынуждены мучиться перед кабинетом. В пабликах делятся, что в местной поликлинике принимают только три терапевта. А на дом доктора вызвать очень проблематично. При этом, по словам представителей Минздрава региона, врачи предпринимают все возможное для решения проблемы. Медицинские организации работают на пределе возможностей. Мобилизованы все ресурсы системы здравоохранения, включая кадровые. К сожалению, врачи тоже болеют, что еще больше увеличивает нагрузку на оставшихся коллег. В поликлиниках время работы врачей организовано в несколько смен, что позволяет принять всех обратившихся пациентов не только в утренние часы, но и в дневное и вечернее время. В Австрии, например, отменили локдаун для непривитых, но при этом в ближайший день вступает в действие закон об обязательной вакцинации. В Дании предлагают отменить все внутренние ограничения из-за омикрона. Предполагается, что рестораны и кафе смогут работать в любое время, будут открыты ночные клубы, а количество участников массовых мероприятий не будет ограничено. Что стоит за послаблениями ограничений в Европе? Политика или рекомендации вирусологов и медиков? Может ли сейчас Россия пойти тем же путем? В теме разбирался Дмитрий Житарчук. Дима, но я, насколько знаю, у нас локдаун не собираются пока вводить. Да, представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг планы вести всероссийский локдаун. Ранее в телеграм-каналах появилась такая информация о том, что якобы 7 февраля начнется локдаун по всей стране. Этот вопрос не актуален и не обсуждается, заявил Песков. Но согласно ли с этим кировчане, у нас опять около тысячи заболевших. Я сегодня спросил горожан, что они думают, стоит ли ужесточать ограничения. Ограничения из-за коронавируса нужно усиливать сейчас? Нет, не нужно. А почему? Я знаю, у всех антитела, наверное, есть у многих. Да ничего не даст. Вот видите, они все стараются. Кто-то без масок, кто-то как ходят. Ну, кому как бы. Я думаю, что бесполезно. Да нет, я не считаю, потому что сейчас вроде бы этот омикрон, он не так опасен. Да, конечно. А почему именно сейчас? Потому что повышение большой очень заболеваемости. Если верить открытым источникам, в Европе взрывной рост числа больных коронавирусом зафиксирован во Франции, Италии, Испании, Германии, Нидерландах. При этом власти той же Голландии разрешили открыться учреждениям культуры, кинотеатрам и заведениям общественного питания. В других странах, например, отменяют маски и так далее. Но вообще решение кажется странным, потому что два года назад во время вспышек, наоборот, все страны закрывались. Да, все верно. Но как мне сегодня рассказал заслуженный врач России Михаил Каган, все дело в массовой вакцинации. И в этом плане нам на Европу смотреть, то есть отменять какие-то существующие ограничения пока что рановато. Конечно, и даже омикрон, несмотря на то, что он заражает людей привитых, но тем не менее он протекает не тяжело все-таки у них. И поэтому вот нам очень сложно сравнивать Россию, скажем, с Израилем, где 99% населения привиты и, более того, почти все получили хотя бы одну ревакцинацию. Там, видимо, можно без большого риска снимать ограничения именно потому, что все будут болеть легко, какие-то единичные люди тяжело. Ну, дело не только в показателях коллективного иммунитета, вакцинации и так далее. Есть мнение, что вопрос отмены ограничений лежит в том числе и в политической плоскости. Во Франции скоро выборы, по Европе прошли протесты недовольных из-за ограничений, даже в спокойной Швейцарии немного побуянили. Народ устал, ему нужно отдохнуть, чтобы не взбунтовался окончательно. Все из-за того, что просветительская деятельность по поводу коронавируса, вакцинации, властями многих стран проварена. Так считает политолог Наталья Ильсеева. Много тех, кто считает, что все это придумали масоны, что это все всемирные заговоры и так далее. И с этим приходится считаться властям, считает политолог, как говорят в таких случаях, чтобы не сорвало крышу окончательно. Поэтому я полагаю, что сейчас, скажем так, подобный лояльный подход к коронавирусной инфекции, он временный. То есть сейчас ославят, посмотрят, как будет вести себя народ. Народ чуть-чуть отдохнет от всех ограничений, да, и впоследствии они будут опять введены. Ну а что касается России, власти регионов заявляют о том, что действующих ограничений хватает и новых пока вводить никто не собирается. Ну разве что некоторые школы отправляют учеников на удаленку. Ну будем надеяться, что эта волна уже наконец-то сбавит свои темпы. Спасибо, Дима. Мы продолжаем. Рекордные цифры. Более 9 миллиардов рублей в этом году выделено на развитие дорожной инфраструктуры региона. Об этом сообщили в правительстве Кировской области. На реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» предусмотрено 4,7 миллиарда рублей. Это деньги федерального, областного и местного бюджетов. На эти средства власти планируют привести в порядок 163 километра автодорог и 260 метров мостов. Кроме того, деньги пойдут на установку пяти автоматических пунктов весогабаритного контроля и 111 комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД. Также начнется внедрение интеллектуальной транспортной системы в Кирове. Часть денег направят на обеспечение и снижение смертности на дорогах. Это 9 миллиардов, это много. Никто не говорит, что это мало. Вопрос в том, чем они подтверждены, эти 9 миллиардов. Основная сумма дорожного фонда, которая была прописана в бюджете Кировской области на 2022 год, это порядка 8 миллиардов рублей. Почему появилась сумма 9 миллиардов, я лично не могу вам сказать. Ну да, сумма как цифра, это рекордная цифра. А по факту покажет время, будет ли эта сумма именно выделена на региональную сеть. В Кирове скоро появится современный павильон общественного транспорта. Первый умный комплекс планируют оборудовать на остановке Трифонов монастырь. Об этом рассказали в администрации города. В павильоне можно будет заряжать мобильные телефоны и отслеживать транспорт по табло, которое подключено к системе ГЛОНАСС. Сделать умную остановку вместо обычного павильона решили из-за большого пассажиропотока. На оборудование уже выделили деньги. Аукционное изготовление конструкции может состояться в этом месяце. Ранее на этой остановке был киоск, который признали незаконной постройкой и демонтировали. Проблема, знакомая, наверное, всем жильцам первых этажей. Когда засоряется канализация, ее содержимое вытекает из унитаза, ванны и даже раковины. К нам в редакцию с криком о помощи обратилась жительница Вересняков, у которой такая ситуация происходит регулярно. Аварийная служба на вызов не спешит, а управляющая компания банкрот. Зоя Зотова попыталась описать словами, что творится в квартире с душком. Запах стоит ужасный. Вода выходила в кухню. То есть все фекалии, которые смывают соседи, они выходили к нам в квартиру. Это случилось перед самыми выходными, рассказывает хозяин квартиры Георгий Овсюков. Воду перекрыли, соседи попросили не пользоваться туалетом. Ведь любое нажатие на кнопку бачка приводит к потопу. Сегодня еще чистая канализационная вода, говорит мужчина. Потому что несколько дней никто не пользовался туалетом. Вчера буквально вызывали аварийную службу, там приехал работник, сказал, что у вас труба лопнула, у вас все, говорит, уходит под дом. То есть в саму выгребную яму труба, скорее всего, перемерзла. Вы сейчас по 3-4 раза вызываем? Да, по 3-4 раза вызываем, но приезжают, это уже когда там начнут все звонить и жаловаться. Его супруга Александра оборвала уже все телефоны и обслуживающей организации, и аварийной службы. Ответ один. Заявка принята, ждите. А вот соседка сверху ждать не может, и Александру игнорирует. У них, конечно, понятно, второй этаж я не смыли, у нее не пошла вода. Но она ведь не попала в яму, она попала в мою квартиру. А почему? А что моя квартира – это коллекционная яма, что ли? Чтобы мы все смывать, а я должна за всеми убирать. Тяжело такой жизни и Анастасии Тетенькиной. Хотя ее квартира на втором этаже уже с этого не видит. Но у нее 8 детей, и всем нужно мыться, стирать вещи и ходить в туалет. Мы не знаем, что делать. Мы хотим мыться. Я вся грязная, у меня дети грязные. Саша, вот Александра с Георгием вообще, можно сказать, в говне ходят. Потому что постоянно, каждый день они это все убирают. Мы выливаем воду в снег. И это в 21 веке, когда в мире намечается прорыв в области биоинженерии. Людям приходится ходить в ведро и выносить его на улицу. Даже если пострадавшие проведут оценку ущерба и подадут в суд на Ленинскую УК, а именно она обслуживает их дом, вряд ли дожидутся выплат, говорят эксперты. Единственный способ – это менять управляющую компанию на другую. Искать управляющую компанию, которая будет готова взять их дом в управление. Уже, соответственно, за другие деньги. Скорее всего, за большие деньги. Но, по крайней мере, она будет уже нести ответственность перед собственниками. Совету юриста жителям сомнительного дома явно пригодятся. Сегодня аварийная все-таки приехала, выгребную яму прочистила. Но это опять кратковременная мера. Жильцы в этом не сомневаются. Зоя Зотова, Александр Нестеров, Бюро новостей Давича. Какие мы и что делает нас счастливыми, в опорном вузе разрабатывают культурный код Кировчан. Об этом и не только. Смотрите во второй части нашего выпуска. Не переключайтесь. Это Давича и мы продолжаем. Строительная техника, сугробы, незаметные пешеходные переходы. Жители метрограда рассказали, как их дети добираются до школы. По словам обеспокоенных родителей, на пути школьникам нужно пройти через въезд на стройплощадку. Часто на этом месте встают большие грузовые машины, которые ждут очереди на въезд на стройку. Ребята их обходят по проезжей части. Далее школьники идут по тротуару в двух шагах от проезжающих машин. Альтернативы немного. Есть еще пешеходный переход, но выходить на него надо из-за забора вдоль стройки. Водители малышей не видят. Но даже если ребенок перешел дорогу, потом он вынужден идти по сугробам или по проезжей части. Потому что тротуаров там нет. Жители микрорайона считают, что для безопасности детей нужно установить ограждение и сделать тротуары по обе стороны дороги. Переходили и уже все, без проблем шли по той стороне. Какие мы, доброжелательные или угрюмые? И что делает нас, кировчан, счастливыми? Этими вопросами задались в Вятском госуниверситете. Там изучают культурный код жителей Вятки. Работу по региональной теме проводит в том числе и руководитель Центра прикладного анализа данных ВятГУ Екатерина Митягина. И сегодня она у нас в студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Екатерина, расскажите, что это такое за культурный код, что это за исследование и для чего оно проводится? Нужно сказать, что тема культурного кода это не новая тема и ей занимаются достаточно много. Но в чем особенность именно Вятского государственного университета, что мы попробовали изучать эту тему при помощи анализа больших данных. Мне кажется, что это нам очень даже удалось. И первый заход, и первый шаг, который мы сделали, это изучение темы культурного кода при помощи отзывов людей, которые когда-либо посетили регион с туристической, с деловой целью. Это могут быть как кировчане, так и не кировчане. То есть кировчане, которые посетили, например, районы области и люди, которые оставили отзыв. И мы попытались выявить, какими же видят нас жители регионов, какие мы для них и в чем наши особенности. Есть какие-то промежуточные результаты, что уже можно сказать? Да, есть уже результаты. И результаты эти, конечно, очень интересные. Нужно сказать, что первый взгляд, когда видят кировчанина, очень многие пишут, что люди, которые живут в Кирове, кажутся угрюмыми, кажутся суровыми, кажутся не очень доброжелательными. Но как только познакомишься с ними поближе, как только начнешь общаться и взаимодействовать, то сразу же понимаешь, в принципе, достаточно высокий уровень открытости, достаточно высокий уровень желания прийти на помощь, помочь, чувство каких-то пониманий традиционных ценностей и так далее. Поэтому мне кажется, что вот ту тему, которую я обозначила в ряде своих статей, я ее назвала «Улыбайтесь чаще, кировчане». Потому что мне кажется, что как только с нами начинают взаимодействовать, для того, чтобы нас раскрыть и для того, чтобы с нами как-то активно, ну, допустим, сотрудничать в плане деловых каких-то вещей, ну, нас нужно раскрыть, да, нас нужно, ну, к нам нужно долго присматриваться. А вот для того, чтобы снять этот такой навес суровости, мне кажется, нужно просто улыбаться. А как вы думаете, почему кировчане не улыбаются? Ну, мне кажется, что здесь есть набор, там, ну, каких-то, может быть, природно-климатических условий, да, то есть Кировская область — это достаточно такой край с суровыми, там, погодными условиями, и мне кажется, что вот это придает нам такую, ну, какую-то некую сосредоточенность, нежелание, наверное, отдавать тепло, может быть, свое, да, сразу же всем, кому не попадя, да, то есть вот поэтому какое-то время вот к нам нужно приспосабливаться и нас нужно понимать. Есть ли ответ на вопрос, что нужно кировчанам для счастья? Да, мы попытались, вот у нас есть несколько гипотез, одна из гипотез, что можно культурный код изучать при помощи больших данных, а вторая как раз гипотеза, что культурный код всегда имеет региональную специфику, и это связано с ощущением счастья, то есть ощущение счастья у разных регионов будет абсолютно разное. Ну и вот в Кировской области мы и выявили, что Кировской области, жители Кировской области, ну, являются такими семьянинами в хорошем смысле слова, то есть людьми, которые нацелены на традиционные ценности, на семью, на там мужа, на жену и так далее. И для нас счастье именно вот заключается в сохранении этих ценностей. Для нас очень сложно, например, продумать переезд в какой-то другой город, другой регион. Некоторые люди говорят, что с нами трудно вести бизнес, потому что мы такие, нас сложно раскачать, чтобы мы быстрее приняли какое-то решение, например, там бизнес-решение, мгновенное решение. Поэтому для счастья, мне кажется, Кировчанину нужно именно это, это сохранение традиции, это семейные ценности, это, ну, возможность находиться с теми, с близкими, которых они любят и с которыми хотят быть. А когда будут окончательные результаты? Вы знаете, исследование рассчитано до 2030 года, это огромное исследование. Мы хотим попробовать изучить все регионы Российской Федерации и сделать подробный сравнительный анализ. Ну и создать такую карту регионов Российской Федерации, где будут нанесены элементы культурного кода совершенно в разных областях. Сейчас я вам предложила вид анализа в виде отзывов, да, там, на отзывов туристов, ну, и людей с деловой целью, посетившие регион. А в целом у нас уже очень много блоков. Это, например, это и там молодежный блок достаточно большой по ценностно-мотивационной сфере молодежи. Потому что мы считаем, что культурный код — это некое коллективное бессознательное, которое нами не понимается, но предопределяет наши поступки. И вот мы считаем, что культурный код, на самом деле, он очень медленно развивается и изменяется. Но у современной молодежи ввиду вот этих процессов цифровизации стали элементы культурного кода очень-очень-очень быстро изменяться. И это такой феномен современного времени. И вот мы попытаемся это изучить, это рассмотреть и вот на основе разных методов и предъявов. Очень интересно. Будем ждать результатов. Спасибо большое, Екатерина, что пришли сегодня к нам. С вами прощаемся и продолжаем. Молодые и смелые, свободные от границы предрассудков, при этом чувствительные и требовательные к себе. Все это о новом поколении кировских художников. В галерее «Прогресса» открылась выставка под названием «Мы». Авторы работ — учащиеся и недавние выпускники художественного училища. Чем вдохновляются молодые живописцы, о чем пишут и заявляют, знает Ольга Мартынова. Это, как знаете, танец. Танец, который буквально освещает полностью меня. Вот эти вот идеи, я их просто ловлю, изображаю и просто показываю свои чувства. Художница Тора еще учится, но, говорит, уже нашла себя в цвете, композиции и линиях. Девушка не мучается с выбором темы. Она переносит на холст собственные чувства и впечатления. Также и Родиону Ефремову важно передать красками настроение в моменте. Тот период по жизни был довольно-таки, да, тяжелый. Это начало учебного года. У всех так было. То есть есть еще какие-то вроде летние яркие цвета, но уже поглощает тьма. Работая интуитивно молодые художники исследуют собственный внутренний мир. Они чутко воспринимают окружающую реальность и на полотне делятся переживаниями. Искусство – это своего рода терапия от социума, средство, чтобы исцелиться. Поэтому очень многие люди выбирают именно путь быть творческими. Раскрыть суть человека, его мир и красоту помогает и фотография. Без лишнего цвета, масок и притворств. Целью этого проекта было показать истинные эмоции человека. Не игру на камеру, как это обычно бывает. Без позинга, без разговоров с моделью. На эмоциях были построены кадры. Для кого-то это первая выставка, но уже ценнейший опыт. Это способ заявить о себе, узнать мнение публики и, возможно, провести работу над ошибками. Работы интересных много. Снова возвращается большая станковая картина. Есть и нюансы, которые, ну так можно было бы сделать замечание, но я не буду об этом говорить. Это мое личное. А так, актуальность тем, которые всегда молодежи, острота какого-то подхода, поиск нового. Это всегда свойственно. Оно здесь присутствует и это радует. Познакомиться с новаторской эстетикой молодого искусства можно в Галерее Прогресса до 13 марта. Ольга Мартынова, Никита Луковников, Бюро новостей, Давича. Сокрушительная победа российской сборной на чемпионате мира по ММА. В Абу-Даби съехались лучшие бойцы планеты в возрасте 18-20 лет. В общей копилке у 18 россиян золото. Среди победительниц историческую первую медаль золотого отлива в состязаниях среди девушек завоевала уроженка Соликамска Валерия Тепышева. Она победила техническим нокаутом спортсменку из Казахстана Айгирис Монакову. Поддержать россиян перед финалами чемпионата приехал российский пилот Формулы-1 Никита Мазепин. Он отметил высокий уровень подготовки российской сборной. А соревнования действительно масштабные. В них приняли участие 421 спортсмен и 56 стран мира. Лучшей среди юниоров стала хрупкая и миниатюрная девушка из Соликамска. Эта победа стала приятной неожиданностью, призналась Валерия Тепышева. Спортсменка отметила, что особенно цена была поддержка болельщиков и социально ориентированных компаний, которые дают возможность участвовать в престижных соревнованиях. Уралхим, Уралкали – это мои родные предприятия, предприятия моего города Соликамска. Действительно, наши помощники во всех видах спорта, они спонсируют почти каждый вид спорта в Соликамске. То есть, благодаря им я езжу не только на соревнования по ММА, также меня они отправляют на соревнования по дзюдо, по самбо. То есть, помогают абсолютно со всем. И не только мне, каждому виду спорта. Оперативно следить за новостями города и области можно также в наших социальных сетях. А если у вас есть новости или видео, присылайте их нам по номеру телефона, который видите на экране. Прямо сейчас смотрите прогноз погоды, а я с вами на этом прощаюсь. В студии работала Екатерина Зубарева. Всего доброго, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok